всем привет хельга алкоголик по неприятно каким-то обстоятельствам получилось так что я буду из машины спикирить поэтому я очень надеюсь что будет связь стабильная если вдруг меня будет плохо слышно или я буду прерываться вы мне скажите выключу камеру может быть так будет лучше я надеюсь что с божьей помощью все будет хорошо спасибо большое что пригласили меня на вашу группу я не успела тут сказать что я все-таки впервые на вашей группе я так понимаю могу конечно забыть но мне кажется что я впервые у вас вот трезвости у меня опять лет и два дня домашняя группа хайфа надежда я из израиля во первых хочу поприветствовать вообще всех да кто сегодня на группе поблагодарить группу за служение и особенно тех кто считает дни потому что сама знаю что как бы первые дни они могут быть сложные на самом деле сложные могут быть не первые дни что мне пришло с течением времени и по мере уже как бы скажем взросления в программе это точно знание что все проходит и проходит и боль проходит и ситуации меняются и все проходит поэтому если сегодня вдруг вы чувствуете себя плохо одиноко и так далее в правильном месте и это бывает и все это проходит для этого есть наша 12 шаговая программа которая пять лет назад и два дня спасла меня кажется от неминуемой гибели я очень вкратце постараюсь сказать свою историю употреблять я начала в районе 11 12 лет достаточно рано и и я не помню там какого-то там первого эффекта и так далее я просто помню что это меня спасло это мне дало жизнь это то что дало мне какую-то надежду как бы это не звучало сейчас да в рамках программы но если бы в тот момент не было не появились бы какие-то вот друзья с алкоголем и так далее возможно я бы просто вышла из окна потому что так сложилось что уже в том возрасте у меня было какое-то ну состояние вот это вот как у нас программе описывают внутренние дыры да какое-то вот это одиночество и так далее не знаю с чем это связано да там возможно это врожденное и так далее ну я имею ввиду моя болезнь не не в рамках программы не в рамках группы естественно размышлять над этим но тем не менее вот в таком одиночестве я жила у меня умер еще отец когда мне было девять лет это вот кстати про то что я наделила своего отца в тот момент качествами бога он был для меня всем он решал все мои вопросы задачи проблемы и когда его не стало это вот вот это вот одиночество и пришло и сейчас я понимаю что в течение времени да даже находясь уже употребление я всегда наделяла людей качественным богом все отношения для меня были это то есть у меня был вообще всегда дикий страх остаться одной дикий страх одиночество потому что мне казалось что я не цельная без кого-то я не не смогу не выживу без присутствия рядом со мной какого-то человека и словно вот эту вот дыру внутреннюю должен кто-то заполнить какие-то обстоятельства какие-то покупки какие-то люди все что угодно но все это зыбко и с тоже опять-таки со временем это стало ясно и понятно особенно очень понятно в программе по мере прохождения шагов да что ничего этого не работает никакая внешняя да там человеческая сила нас не может спасти не от одиночества и так далее потому что все-таки одиночество это не присутствие или отсутствие рядом до людей а это именно отдаленность от источника от бога и это то что я как бы на протяжении жизни искала вот эту наполненность просто я искала ее в алкоголе в наркотиках в людях и так далее и конечно же это не работало первое время это работало там да вот если считать с 11 12 лет это правда спасло и это правда дал вау-эффект что я очень ждала выходных потому что выходные я ездила там к бабушке у меня там были взрослые друзья подруги ну имеется ввиду постарше меня где мы употребляли употребляли сразу крепкие напитки и употребли ну вот я вспоминаю себя употребляла я сразу ну до поросячего визга то есть это как бы сразу было вот сейчас отоглядываясь назад сразу было видно что кто-то может выпить и успокоиться я же так не могла мне нужно у меня всегда была паника если заканчивался алкоголь и у меня всегда была паника если там мне не хватает или если мы куда-то едем и мы берем мало и так далее то есть там все-таки было сначала но и на протяжении жизни это вот когда сначала это помогало сначала алкоголь друг потом он становится дальше там да в прогрессе и до каких-то пор это помогало и в один момент это перестало работать и наверное это вот самое страшное когда ты выпиваешь и тебе там вроде бы дает это облегчение а потом снова накатывает и каждый раз с утра я чувствовала себя еще хуже чем накануне еще хуже чем до того как я пила да и начались и такие всякие расстройства тревожности панические атаки и и вот к 30 там одному году я пришла к тому что что состояние мое стало критичным именно внутренне то есть было состояние полного отсутствия желания жить это также было наблюдение то есть там врач у меня был у меня был психолог и я ну как бы была на антидепрессантах и ну и продолжала употреблять разные вещества изменяющие сознание и и уже не помогало уже просто было состояние нужно было быстрее что-то употребить для того чтобы не чувствовать потому что все-таки проблема не в веществах и не в людях и не в алкоголе проблема в том что но я не я не признавала этот мир я не была в ладу с миром я просто сопротивлялась и мне все не нравилось и для того чтобы уйти от этой реальности которая меня раздражала я как раз вот использовала всякие вещества вот особенно алкоголь да для того чтобы уйти из этой реальности и поэтому по той же самой причине если вдруг вот свой опыт тоже опять-таки по этой причине не работает воздержание от алкоголя потому что проблема не алкоголь но перестаю я употреблять забирает у меня грубо говоря вот эту опору друга моего до алкоголь и и ничего не дается взамен и поэтому это не работает и я остаюсь наедине со своей головой больной абсолютно потому что ну как бы то что происходит в голове процессе когда я не употребляла это просто бич я остаюсь со своей болью со своими со своей также там гордыни эгоцентризмом страхами особенно страхами дикими страхами и конечно я сама не могу справиться и никто мне не мог помочь даже там специалисты не могли помочь и не понимали как мне помочь потому что я продолжал употреблять а психологу врала что я уже не употребляю в общем там долгая такая история была поэтому в один момент когда уже дошло до состояния полного просто ну полной апатии полные просто ну полного кошмара вот просто сказать вот темнота прям поглощающая вот это был ужас такой липкий страх противный ужасный да ну вот та последняя ночь мое употребление я поняла что сейчас не выдержу я бегала от стены к стене я кричала дурью я билась головой об стенку я билась головой о пол ну то есть я не могла просто находиться с собой это было ужасно это было очень страшно и у меня были даже галлюцинации когда у меня было такое зеркало огромное в зале я подбежала туда и я просто увидела в зеркале не себя у меня такой степени поехала крыша и тогда я вот так вот села на колени за просто рыдала кричала и просто боже если ты есть пожалуйста помоги и и и почувствовала легкое облегчение и я сейчас понимаю что это было такое дозированное вхождение в мою душу божьей божьей силы в которую я ну как бы наверное не верила до конца но в тот момент мне стало чуть легче в ту секунду и я дожила каким-то образом до утра даже я не спала это был уже вечер вот следующего дня я не спала я еле-еле дожила до утра побежала к психологу и психолог и рассказала все ей наконец спустя полгода я ей говорила что я не употребляю что проблемы у меня нет проблем с употреблением и вот она мне сказала ну что ты раньше ты не сказала и она меня отправила на группу на мою первую группу на вернее на мое первое собрание где собственно я в первый раз услышала про сообщество про шаги мне повезло что я попала сразу на такую шаговую группу когда мне сразу ну во первых люди делились первым шагом и это впечатляло потому что люди рассказывали также всякие дичи и при этом улыбались и я видела в них именно силу той силы которой меня не было на тот момент потому что я была просто уже в упадке и и и я вот с первого же с первого же собрание так скажем зацепилась и мне сразу сказали нужно делать шаги и я очень благодарна этим людям которые мне сразу же сказали что не просто ходили в группу да на собрание и останься трезвый и что не просто воздерживайся от алкоголя и придет тебе счастье они мне сказали что нужно тебе найти спонсора то есть наставника который поможет тебе пройти шаги которые приведут тебя к изменению в твоей жизни и это меня спасло и я сразу же с этой первой встречи начала ну там со следующего уже получается начала искать спонсора и мне повезло там спустя неделю я встретила свою первую спонсору с которой мы начали делать шаги и я могу сказать сейчас то есть у меня в жизни были ну и всякие какие-то ритуалы шаманы какие-то ну разные там йога медитация да сейчас я тоже у меня профессия кардинально сменилась я сейчас преподаватель йоги и я медитирую и так далее но я могу сказать точно то что произошло в шагах это не сравнится несколькими вообще другими не знаю духовными течениями и так далее и процессе это не сразу нету такого что ну кого-то сразу да облегчение пришло сразу но шаги это все-таки путь который который нужно пройти и сделать то есть конкретное сделать действие то есть у нас не программа не знаю там знаний чтений и так далее это программа правда опыта именно действий нам нужно делать действие иначе ну мне нужно я буду за себя да говорить мне нужно делать действие иначе ну иначе я погибну вот я могу точно сказать что спустя даже пять лет да вот изменения какие вот даже за последний год могу сказать что я еще больше утвердилась что я абсолютно больной человек что тот факт что я пять лет трезвая не дает мне гарантии что я такая молодец и буду трезвая всегда это только дает мне силы двигаться дальше каждый изо дня в день делать какие-то действия которые предписаны программой и конечно разные другие осознания приходят то есть из года в год что-то меняется концепция бога меняется да сначала это одно потом немножко другое появляется доверие потому что так как это программа действий да это опыт по мере прохождения каких-то жизненных ситуаций появляется доверие богу и то есть за это время ну вот за пять лет у меня какие изменения внешние да даже произошли то есть когда я начинала делать шаги я жила в мексике потом у меня спустя время был переезд в россию в россии у меня было замужество потом из россии у меня был переезд в израиль сейчас адаптация в израиле плюс смена профессии это я перечисляю к тому что я бы не выжила бы без шагов без программы без измененного состояния я имею ввиду без изменений внутри меня потому что каждый мой перелет раньше до прихода в программу это он сопровождался исключительно попойкой каждый раз когда я куда-то летела мне обязательно нужно было найти собутыльников и начать употреблять здесь же совершенно другое как только там например даже в израиль приземлилась я пошла сразу на первую группу в решении и то есть для меня это задача номер один найти своих послуживцев хотела сказать найти своих просто своих и быть полезной то есть вся по сути моя трезвость и опять-таки не только трезвость как воздержание а именно мое состояние внутреннее очень очень зависит от того насколько я даю насколько я не живу только для себя я все-таки стараюсь принести какой-то вклад хотя бы минимальный в общее течение жизни тем более там что в сообществе и так далее вот и да вот по мере прохождения шагов первый шаг да у меня мне не сразу зашел даже там смысл и идея первого шага именно второй части то есть да понятно там что я бессильно перед алкоголем да вроде бы ну все понятно но именно вторая часть мне провалилась чуть ли не вот в год назад только то есть состояние что мало того что я бессильно перед алкоголем а моя жизнь неуправляемая я ни хрена не управляю ни своей жизнью ни тем более жизни других людей и тем более я не управляю действиями других людей да я даже своими то толком не управляю любой ситуации кстати тоже то что вот даже сегодня когда ехала думала что иногда бывают такие ситуации когда вот ну блин все бесит ничего не могу и просто задавать себе ну во первых тоже опять-таки в сообществе по по мере общения со спонсором с друзьями в программе вот это состояние что все проходит и и так не будет всегда если мне сегодня больно значит мне просто что-то нужно сделать а иногда ничего не делать и просто переждать потому что мне кажется для алкоголика самое сложное это ничего не делать ничего не предпринимать что раньше у меня все сразу паника если что-то идет не по моему сразу ну прям паника нужно что-то срочно менять делать бежать куда-то искать кого-то том числе если я там оставалась одна там без партнера и так далее там срочно нужно было найти другого человека который бы заполнил мою пустоту внутреннюю сейчас вот это вот поменялось и и вот вторая часть это как раз вот эта неуправляемость жизни что я не управляю своей жизнью и каждый раз это не нужно напоминать каждый раз я спотыкаюсь на этом каждый раз мне хочется чтобы события складывались определенным образом и они иногда не складываются и за это у меня начинается ну то есть из-за сопротивления вся боль она из-за сопротивления именно течению жизни всю жизнь я сопротивлялась и всю жизнь мне было плохо и пришло только за счет смирения только когда ну как бы пришло вот это состояние что все я больше не могу ну и плюс просить о помощи обязательно если плохо не оставаться как у нас говорят да что в сообществе что наша там моя голова это тот темный квартал в котором ну который мне не нужно ни в коем случае находиться одной не нужен человек нам каждому нужен человек хотя бы один который могли поведать свои какие-то задачи вопросы касаемой программы или касаемой жизни да сейчас на данный момент у меня спонсор в израиле мы там созваниваемся каждый день я очень благодарна ей потому что у меня тоже сейчас такой период не сильно эмоционально легкий так скажем то есть я сейчас беременна и это еще один момент где я абсолютно не контролирую и абсолютно у меня нету ну никакого контроля и это неопределенность и это вот тут и всякие страхи появляются и если бы не опять-таки не сообщество но справилась бы я одна нет конечно поэтому здесь тоже задача в любой ситуации задача просить о помощи это я ну раньше как бы со всеми своими задачами проблемами я одна наедине с алкоголем то есть когда уже под конец например употребления мне уже никто не нужен был я мне доставляла больше всего удовольствия употреблять одной потому что не нужно было никому ничего объяснять я просто уже закрывалась дома одна и употребляла просто до таких просто чертиков то есть просыпалась даже в бутылках и так далее или там в банках ну то есть вот до такой степени вот и то что произошло на группе на самом деле на вот на самой первой вот это вот присутствие чего-то большего оно почувствовалось сразу возможно это от того что я настолько была уставшая от жизни и от борьбы что я была готова ко всему просто я настолько с открытым сердцем пришла на эту группу на это собрание первое что я реально там почувствовала эту высшую силу как я видела это в глазах людей вот это вот какое-то сияние и так далее и это действительно дало надежду мне я подумала что ну если у них есть то ну почему у меня не может быть наверное у меня тоже может быть и это тоже дало надежду вот то есть второй шаг как-то у меня наверное случился до того как я начала шаги делать ну так можно сказать то есть зачатки второго шага и по поводу третьего шага тоже сегодня или вчера размышляла по этому поводу а нет до вот до мне обычно за день-два до пяти ну вот до юбилея случаются какие-то всякие качели тоже эмоциональные когда приходит там разное осознание и так далее и вот тоже я размышляла над третьим шагом что изменилось и так далее когда это в начале пути у меня было да третий шаг и когда я поняла и осознала что блин мне вообще не надо сейчас мне нужно довериться богу мне нужно делать действия понятно да но мне нужно мне просто жизнь необходимо довериться богу и припоручать ему как бы да вот это вот состояние у меня первый спонсор она меня попросил написать молитву со своими словами я помню как писала я помню сколько у меня было ну вот какой-то теплоты внутри от этой молитвы было ощущение присутствия бога и оно было вау но спустя время когда происходят всякие события которые сбивают с толку не всегда бывает легко например вернуться к тем же ощущениям и на самом деле как алкоголик мне конечно же хочется то есть это как с алкоголем то есть первый раз пробуешь вау эффект а потом спустя там несколько лет ты употребляешь уже такого эффекта нету и то же самое даже с шагами и так далее они сначала дают вау эффект потому что вот в эту сожженную просто внутренность да там от употребления от злости от страха и так далее заходит какая-то благость и это сразу ощущается а спустя время это начинает по-другому ощущаться то есть это как бы мне как алкоголику хочется вау всегда да там но вот это состояние тихой какой-то тихой просто просто тишины внутренней вот это вот то что приходит программе уже ну спустя время и это то к чему наверное сейчас я больше всего стремлюсь мне даже не хочется каких-то супер там прогрессов и так далее каких-то ощущений а просто тишины внутренней потому что бог он всегда рядом со мной и там рядом с вами рядом с нами со всеми он всегда есть он задача не искать его потому что что его искать он живот ну вот же вот прям вот я на вас смотрю и в каждом есть бог задача именно освобождаться от всего что не является богом и вот это как бы задача на сегодняшний день даже да освобождаться от всего освобождаться от вот этой вот мысли мешалки вот этого китайского общежития в голове когда мысли сводят с ума и не то чтобы как бы я над этим работу и могу работать я не могу сесть так так сейчас я над своими мыслями поработаю бы это было так легко это ну мне бы не нужна была программа на самом деле просто все вся жизнь и все какие-то вот действия они все про это они все как раз про освобождение по чуть-чуть у кого-то быстро у кого-то медленно но оно происходит где-то что-то отпадает какой-то страх становится не таким страшным и так далее сейчас опять-таки спустя время могу сказать что ну там есть вот да наш шестой-седьмой шаг дефекты характера и потому еще в том числе там есть страхи тоже у меня было сначала такое такая задача типа вот я буду освобождаться от всех дефектов характера буду просить бога так вот это сегодня пожалуйста избавь меня от этого другого от третьего и вот буду все но всячески как бы прям над этим работать это тоже так не работает как оказалось это вот спустя время могу сказать мои мой опыт такой что что это еще одна моя какая-то все-таки попытка руководить попытка опять-таки боже вот избавь меня от этого дефекта характера я там ну то-то сделаю то есть нет это опять-таки про неуправляемость я не могу управлять собой оно со временем уходит моя задача поступать противоположно если я всегда поступала там эгоистично то пробовать поступать не эгоистично если я всегда боялась там не знаю темноты то пробовать не бояться темноты но это образно говоря но на самом деле оно просто постепенно уходит моя задача просто как можно больше пускать бога и самое наверное для меня действенное на данный момент это работа с другими это то что то что дает всегда но по крайней мере когда я работаю с другими когда мы читаем когда каждый раз книга во первых по-другому заходит и каждый раз какое-то присутствие чувствуется какие-то вот приходят осознания новые сам эта книга уже прочитана несколько раз но все равно и опыт каждого человека важен и если уметь слушать да вслушиваться тоже можно для себя много ответов на вопросы получить потому что все таки но мой бог он часто говорит через людей конечно какие-то интуитивные мысли и слова по мере там до течения времени тоже приходят но больше всего наверное все таки через людей вот и тоже хочу сказать по поводу есть но есть те кто в начале пути по поводу четвертого шага потому что по своему опыту даже есть ну как бы слышала и видела как люди на доходя до четвертого шага перестают там да уходят с программы начинают употреблять снова у меня опыт такой что для меня это наверное лучшее что со мной произошло не было это легко не было это так что я прям такая села на легке прописала там да все это но это просто знакомство с собой собой настоящий со всеми своими тараканами со всеми болями и со всеми чувствами вины как там да потому что приходит осознание что не все мудаки вокруг а что я тоже как бы ну что как бы раньше я думала что вокруг все плохо а на самом деле плохо было внутри меня и это не мир такой а это мое ощущение мира это то как я его вижу поэтому четвертый шаг это именно про то что четвертый пятый я имею ввиду четвертый пятый то есть сначала я пишу а затем я это сдаю спонсору пятки потому что невозможность просто его прописать моя больная голова мне может так развести я там такое понапишу поэтому мне нужен адекватный какой-то холодный взгляд со стороны чтобы кто-то мне показал в чем вообще мое заблуждение задача не найти вину да там я виновата то есть вот это сама жалость опять а именно найти просто свою сторону которую потом возможно можно исправить где-то там возместить ущерб и так далее либо хотя бы увидеть и осознать что там каждый раз из ситуации в ситуацию я поступаю определенным образом который там ну уже запрограммирован во мне с самого-самого начала поэтому четвертый пятый шаг прекрасные шаги шестой седьмой вот опять таки это для меня это про то что просить бога есть молитва там до седьмого шага для меня первый раз когда я делала вообще меня спонсор просила на листке написать эту все мои депекты характера вернее она мне даже прислала список их после пятерки она видимо как-то записывала и она сказала написать на листке бумаги и мы прям созвонились тот момент уже была пандемия поэтому мы уже не встречались лично первые там несколько шагов мы сделали лично встречались прям читали а потом начала мы перестали встречаться и поэтому это по видеосвязи сделали прямо созвонились вместе проговорили молитву седьмого шага где я прошу боже избавь меня по моему она даже меня просила это просто пять лет назад было она меня просила своими словами даже седьмой шаг но суть в том что попросить бога избавить меня от всего что и а принять меня со всем что есть во мне и хорошим и плохим и избавить меня от всего что что мешает мне быть полезной ему и другим людям. Не то, что мне мешает, не то, что я считаю, что плохо, а то, что мешает мне быть полезной. То есть, возможно, какой-то дефект характера вообще мне необходим для того, чтобы быть полезной другим, я не знаю. И поэтому такой молитвы и такой прям был ритуал, как я разрывала этот листочек и выбрасывала эти дефекты характера. Но, конечно, этот жест не избавил меня от дефектов характера вообще ни разу. И потребовалось еще много-много времени, чтобы их осознать до конца, чтобы найти им противоположности все-таки, попытаться поступать как-то по-новому. Но опять-таки в пределах... То есть, если я буду только стараться каждый раз, я не могу стать, например, неэгоистичным человеком только за счет мысли, что я не хочу быть больше эгоистичной, значит, что я не буду. Нет, конечно. Часто очень так не работает. И в основном, ну, как бы на все, на все страхи и дефекты характера Бог мне давал и дает по сей день ситуации, которые бы освобождали меня. То есть, Бог не освобождает так, что типа, ой, есть гордыня, и все, гордыни нет. А давай я тебе вот дам ситуацию. Это то, как я вижу это. Он дает мне ситуации, проходя которые, и я становлюсь чуть-чуть ближе к нему, к Богу. Чуть-чуть более, ну, как бы освобождается пространство внутри, так скажем. Потому что есть такая аналогия, что, ну, вот эти дефекты характера и страхи, это как коробки, которые стоят на подоконнике и загораживают свет. И мы вот по чуть-чуть, по чуть-чуть там убираем, ну, как-то Бог убирает, и свет, ну, больше света заходит в комнату, так же, как наши души, там, в наше сердце. Вот. И восьмой, девятый шаг, да, девятый шаг, он тоже не сразу, кому-то я сразу делала, возмещала самоблизким, например, людям. Кому-то я была не готова возмещать ущерб. Кому-то мне пришлось потом возместить ущерб, потому что было ощущение, ну, просто какого-то состояния беспокойства. И непонятно, почему, откуда это беспокойство. Оказалось, что вот не сделанная девятка. Вообще, если спустя время, спустя, если уже шаги сделаны, если что-то идёт, ну, не так, если начинается состояние какие-то странное, меня учили сразу смотреть, а что я перестала делать. Да, там, перестала ли я делать десятый шаг, одиннадцатый шаг, там, двенадцатый шаг, перестала ли я отдавать, там, сделала ли я девятки. Потому что девятки очень тянут. И я вот прям помню ситуацию, там, со своим бывшим парнем, когда я думала, что я ему никогда не буду делать, но спустя время я встречаю своего, ну, там, молодого человека, которого потом впоследствии вышла замуж. Но в тот момент, когда он мне сделал предложение, у меня начались какие-то качели. Я не понимала, откуда эти качели. То есть это состояние какого-то дискомфорта внутреннего, от которого хочется спрятаться, убежать и так далее. И поговорив с спонсором, она такая, так, подожди, а ты же девятку не сделала своему предыдущему. И когда я сделала, мне стало очень легко и хорошо. Ну, девятки, вот какой-то там, если их нужно делать, опять-таки не всем нужно делать. И не всем бывшим нужно делать девятки. Просто это была девятка, которую, поговорив с спонсором, мы решили, что это нужно сделать. В большинстве случаев вообще бывшим мужчинам или женщинам бывшим, может, и не надо делать, чтобы не принести еще больший ущерб. То есть мы тут, конечно, оцениваем именно с этой позиции. То есть не наносить еще большего ущерба. Вот. И неотъемлемая такая важная часть, я всегда об этом говорю, это, конечно, мой одиннадцатый шаг, это утренний и вечерний. Особенно утренний я всегда выделяю, потому что от этого зависит, как часто зависит, как пройдет день. Для меня это очень важно, начинать день с молитвы, с медитации. Я молюсь, сажусь, ставлю будильник, молюсь, медитирую. Потому что бывали дни, когда мне было плохо. Я имею в виду не когда-то в прошлом, там, 10 лет назад, а именно на протяжении 5 лет бывают дни, когда плохо. И это тоже нормально. Нужно осознавать, что программа – это не то, что раз и навсегда уберет все неровности жизни, и жизнь такая засверкает красками. Нет, это не так. Просто мы будем становиться другими, и Бог нам будет давать те качества, которые будут помогать проходить те или иные ситуации. По-другому. Не по-старому, а по-другому, по-новому. Поэтому бывают моменты, когда мне там бывало плохо, и с утра, например, я не могла даже там медитировать. Для меня даже «Боже, помоги» – это уже молитва. Просто там слезами сказать «Боже, пожалуйста, сегодня помоги мне, покажи мне свое присутствие в моей жизни». И все. И хотя бы выдавить. Вот это вот важно для меня, по крайней мере, и по сей день. Вот. За этот последний год, ну вот я нахожусь сейчас в Израиле второй год уже, много изменений всяких, и внутренних, и внешних. И, конечно, вот еще раз повторюсь, что без сообщества, без людей, без программы я бы точно не справилась. И Бог так сработал в моей жизни, что мне там пришлось искать нового спонсора, и Бог мне послал здесь спонсора в Израиле уже, девушку, с которой мы заново проходили шаги, проходим даже до сих пор, могу сказать. И это новый опыт, и это то, насколько, ну, как бы Бог заботится обо мне, потому что Бог послал мне спонсора вот прям с очень схожим опытом, с очень там, ну, по нескольким фронтам, по нескольким моментам. И это, конечно, снова и снова доказывает, что все-таки Бог, Он рядом всегда, и Он помогает, если открываться. И то же самое по шагам. Шаги работают, если работать по ним. Вот так вот могу сказать. Я, ну, те, кто меня знает, я, конечно, всегда очень за шаги. Я не то, чтобы я против тех, кто не делает шаги, но я просто, мне всегда, как сказать, грустно наблюдать, как, там, человеку плохо, но человек не делает шаги в страхе, что придется работать, в страхе, что придется открываться и так далее. Потому что, ну, правда, шаги — это то, что, ну, дает какой-то новый глоток, дает изменения в жизни, дает изменения внутри, и это потрясающе. Не могу сказать, что, как бы, как-то там легко и так далее. Да, бывают трудные моменты, но те результаты, которые приходят, это, ну, как бы для меня это прям очень показательно. Поэтому это я для тех, кто знает, кто в начале пути, не бойтесь, и это очень крутой опыт прохождения шагов с человеком. Всегда, когда один человек читает книгу с другим человеком один на один или там по телефону, это всегда какой-то, какой-то космос. Ну, вот для меня, по крайней мере. Вот, наверное, я на этом закончу, и очень буду рада вопросам, если есть. Спасибо вам огромное за возможность послужить и побывать на вашей группе. Много очень слышала про вашу группу, но так, по-моему, и не заходило ни разу. Поэтому сейчас очень-очень рада, и очень рада видеть тех, кого знаю, и тех, кого тоже не знаю. Все рады видеть. Спасибо. Ельга, спасибо тебе огромное за спину. Ельга, спасибо тебе огромное за спину. Развисла. Все, ребята, ставьте единички, задавайте спикеру вопросы. Спасибо. Так, я сейчас пока зачитаю, кто с нами еще поздоровался. Поздоровалась с нами Татьяна, алкоголик. Привет, Татьяна. Добро пожаловать. О, единички пошли. Спасибо, ребята. Эдвард, твои три единички. Тво микрофончик. Эдвард. Ты, я тоже алкоголик. Спасибо, кто ведет, кто открывает. Эльгочка. Здравствуй, дорогая. Здравствуй, родная. Мне тебя приятно очень слышать. А еще лучше приятнее, что у тебя будет двойня. Вот это вот самое-самое такое классное. Будешь мамой. Алкоголик, мама, да, когда-то пять лет назад, да, это было только на мечтах, а может даже и нет. Ты знаешь, спасибо тебе за спикерскую. И у меня всегда один и тот же вопрос. А как ты работаешь с дефектами своего характера, с дефектами на ежедневной основе? Как у тебя поменялось, именно поменялся вот этот шестой шаг, тогда, когда ты пришла в программу и тогда, когда ты вот именно сейчас? Потому что сейчас у тебя нелегкий такой путь, и поэтому, наверное, ты это более-более расскажешь поподробнее. Именно на примерах. Спасибо большое. Если возможно. Эдвард, очень рада тебя видеть. Спасибо тебе за вопросы. Я помню, мы просто с Эдвардом, можно сказать, чуть ли не начинали вместе еще на группе, на онлайн тоже. Очень-очень рада тебя видеть. По поводу шестого-седьмого шага. Вот изменения, которые произошли в прохождении шестого-седьмого шага. Я немножечко сказала во время спикерской, что изначально я неистово, вот я знала свои дефекты характера, я неистово просто пыталась их изменить. То есть сознательно хотела, вот я все, я не буду больше, у меня не будет этого страха, у меня не будет какого-то определенного дефекта характера. Например, там тот же, ну вот, перфекционизм, да, мне всегда хочется, чтобы все было идеально, мне всегда хочется, чтобы все было вовремя и так далее, все четко. И я всячески пыталась бороться с этим, но я поняла, что вообще позиция борьбы, она мне не помогает. Она дает вначале, типа, видимость, что да, я работаю над своими дефектами характера, я в программе, я в шагах и так далее. Но спустя время, спустя годы я поняла, что я вообще не руковожу своей жизнью, не руковожу своими дефектами характера, и я сознательно не могу поменяться. Потому что если бы я сознательно могла бы что-то поменять с помощью человеческой силы, с помощью своего ума больного, да, то, блин, то мне не нужна была бы программа, то я бы не ходила в бомбоубежище сидеть и, не знаю, делиться своим опытом и так далее. То есть я бы всего этого не делала, если бы это можно было поменять сознательным путем или своей головой там свою же больную голову лечить. Нет, работа по шестому-седьмому шагу в первую очередь это признание своего бессилия. То есть то же самое бессилие перед алкоголем и бессилие перед своими заводскими настройками именно алкогольными. Это первое. А второе, моя задача практиковать духовные принципы. То есть все то, что нам дается в программе, честность, принятие, терпимость или, например, нетерпимость, это мой тоже один из таких ярок дефектов характера. Мне очень сложно было все. Ну, как бы, я нетерпима, например, там, к дефектам других людей характера, я имею в виду, и там тот же муж, например, да, что он вот что-то делает. Это, кстати, и перфекционизм, и нетерпимость, что вот он что-то делает не так, как мне нужно. Или он что-то разбрасывает, или просто там, ну, много разных моментов. Жизнь меня научила тому, что я не могу этому сопротивляться. Я могу лишь что сделать? Что я могу? Это пойти на группу, это позвонить спонсору в тот момент, когда мне хочется наорать там, да, или психануть, или уйти из дома. Позвонить спонсору, например, поговорить, или позвонить подопечной поговорить. То есть всячески не бороться с дефектом характера, а сделать что-то на замещение, то есть пустить в себя что-то противоположное этому. Если, ну, вот, если мне страшно, то сделать какое-то, да, действие. Даже есть такое, что тоже мне советовали, такое действие. Если, например, мне стало плохо от того, что я там с кем-то поругалась, и я вот такая сижу и двинуться не могу. У меня такие моменты были, что, типа, парализующее такое состояние, типа, все, ничего не хочу, все. А, мой спонсор называл это фатализм, что все плохо, теперь все будет плохо, и нужно задать себе вопрос. Ладно, я не могу, например, сейчас справиться с этой ситуацией, а что я могу? И сделать какое-то минимальное действие. Так, я могу взять телефон? Могу, взяла телефон там. Я могу сейчас позвонить спонсору? Хоп, позвонила, о, оказывается, я и это могу. И потом я могу встать, оказывается, могу там куда-то пойти, там, сделать какие-то действия. То есть вот это моя работа сейчас на каждодневной основе. И в плане... Что-то меняется, но это не могу сказать, что каким-то моим сознательным контролем это меняется. Потому что контроль в сторону. Мне нужно припоручить и свою жизнь, и свою волю, и свои действия, все припоручать Богу. Но продолжать гребсти, да? У нас есть там, что Бог это там... Как говорит, что там Бог сидит спереди велосипеда, да, он рулит. А я сижу сзади и прям ускоренно педалями крючу. Мне нужно делать какие-то действия. Но без борьбы, без желания там срочно неистого. Но опять-таки это у меня так. У меня так не сработало, когда я пыталась себя поменять. И когда я пыталась быть лучше, чем я есть на самом деле. Самое лучшее, что я могла сделать, это признать, что... Не, я вообще не духовная, я вообще несовершенная. И это нормально. То, что я трезвая, здоровая и становлюсь по чуть-чуть лучше, это уже супер. Это уже больше, чем... Более, чем достаточно. Но каждый день, как вот мне кто-то сказал, вчерашним борщом съеденным ты сегодня света не будешь. Поэтому вчерашним духовным опытом я сегодня света не буду. Мне просто каждый день нужно продолжать что-то делать. Ну, по программе, по шагам. Остальное все-таки делает Бог. Если бы это делала я, ну, далеко бы я не уехала точно. Поэтому делает это исключительно Бог. Спасибо большое. Спасибо тебе огромное, Хельга, за ответ. Эдвард, спасибо за вопрос. Умничка. Елена поздоровалась 4554 дня сегодня. Еленочка, добро пожаловать, добро пожаловать на группу. Так, следующие единички у нас от Володи. Володечка, твой микрофон. Всем привет. Я Володя, алкоголик. Очень рад всех видеть. Уже второй раз на этой неделе отмечаю юбилей Хельги. Хельга, дорогая, поздравляю тебя еще раз. Мой вопрос задал Эдвард. Поэтому у меня будет вопрос. Я его уже задавал тебе на живой группе? Задам еще раз. Ну, чтобы ты сказал, в чем у тебя сейчас разница. Ты просто рассказывала на группе о том, что раньше ты практиковала письменный вечерний одиннадцатый шаг, а сейчас нет. А у меня как раз наоборот. Я вот только начал практиковать письменный одиннадцатый шаг. И вот скажи о своем вечернем одиннадцатом шаге, в чем разница ты видишь? Потому что ты делала раньше так, а сейчас по-другому. Спасибо. Володя, спасибо тебе большое за вопрос. И да, рада тебя видеть еще раз. По поводу одиннадцатого вечернего шага. У меня действительно был опыт таков, что мне нужно было... Одиннадцатый шаг у меня была тетрадка, в которой были там с боку написаны эти 12 вопросов. А с другого бока просто такие таблицы я каждый день ставила, отвечала на эти вопросы письменно. И фотографировала, и отправляла своему спонсору. И могу сказать, что это было очень действенно, и как бы этот инструмент, он очень классный, и этот шаг программы очень классный. И сейчас он происходит по-другому. Но сейчас и программа у меня ложится тоже по-другому, потому что это новый опыт, это новый круг шагов, это новый спонсор. И, конечно, я перестала письменно делать, потому что сейчас моя спонсор новая, она не просит у меня таких действий. Но я делаю это устно, так же про себя. Я эти вопросы себе задаю каждый вечер. Ну, ладно, не каждый, но стараюсь каждый вечер, по крайней мере, по мере возможности. Но я знаю, что если я делаю все те шаги, которые нужно делать, то состояние у меня совершенно другое, чем если я не делаю. Поэтому сейчас это происходит устно, я задаю себе вопросы, ничего не предпринимаю, пока задаю вопросы. Просто задаю себе и прошу, ну, там, говорю, Боже, если я нанесла какой-то ущерб, я прошу прощения, да, и покажи, как я могу это исправить. То есть этот вопрос, который я задаю своей высшей силе к своему Богу и ложусь спать. То есть я не предпринимаю с вечера даже ничего, а потом уже, там, на следующий день или через день, или через два, и через неделю, неважно, каким-то вот образом, Бог мне посылает нужные слова, нужные действия, нужных людей для того, чтобы я могла исправить как-то, если был нанесен ущерб. Или там просто предпринимаю действия, ну, вот там, если я извиниться должна, там, например, возможно. Но опять-таки возмещение ущерба – это тоже такая отдельная тема. То есть это не попросить прощения и пойти дальше, а это попросить прощения и не поступать так больше никогда и ни с кем. И вот это как раз перекликается, кстати, с девятым шагом про то, что девятый шаг – это не попросить прощения, а это возмещение ущерба, и это то действие, которое будет со мной на протяжении всей жизни. Если я кому-то причинила какую-то боль каким-то своим действием, то я, как бы, прошу Бога, чтобы Он направлял меня на этом пути, чтобы я, ну, как бы, менялась в ту сторону, чтобы не повторяла этих действий. Ну, и поэтому одиннадцатый шаг тоже, в принципе, вот, ну, если ущерб был нанесен. Ну, вот, как-то так я делаю сейчас на данный момент одиннадцатый шаг в свой вечерний. Спасибо, Аллах. Спасибо, Хельха. Спасибо, Володя. И следующие у нас единички от Сергея. Сергей, твой микрофончик. Да-да, спасибо. Всем привет. Сергей – алкоголик. Хельха, огромное спасибо за спикерскую. Было безумно интересно. Высказал себя гранд-спонсору, спонсору. Сам Бог велел и мне тоже вопрос задать. Хельха, скажи, пожалуйста, по поводу твоего прохождения четвертого шага, да? Насколько тебе тяжело это вообще давалось, если тяжело давалось в первый раз? И, может быть, дашь какие-нибудь советы, рекомендации позади идущих по прохождению именно четвертого шага? Спасибо. Сергей, спасибо тебе большое за вопрос. Слушайте, ну, первый четвертый шаг, мне кажется, он для каждого очень волнительный. Для меня в том числе он был очень волнительным и нелегким вообще. Я даже, если честно, в самом начале не до конца поняла, наверное, как это писать, как эти таблицы чертить и как заполнять. Но спросить, переспрашивать тоже не позволял мой перфекционист. Типа, ну как это я так понимаю? Я же все понимаю всегда с первого раза, я же не тупая. Поэтому это было трудно, да. Но все равно потом, конечно, я спрашивала, я ее написала, эту четверку. Не помню, за какое время, но не могу сказать, что прям за неделю, за две точно нет. Это было пару месяцев я писала. И четверка — это волнительный шаг, если делать ее неправильно. Потому что сейчас, спустя время, я уже понимаю, что задача четвертого шага — просто сделать конспект. То есть открыть тетрадь. То есть у меня был повторный опыт написания четверки, когда уже было у меня два года, наверное, в программе. И там мне уже моя русскоговорящая спонсора объяснила, что нужно просто, ты ставишь будильник, там, например, на 30 минут, ты садишься, молишься, открываешь тетрадь, и сколько успела написать за эти 30 минут, столько написала, не анализируя, не проживая ни в коем случае, не пытаясь что-то в моменте сразу резко изменить или без саможалости. Просто, ну вот как четко на предприятии, как у нас написано в книге, просто прописать. И поэтому второй раз мне было намного легче уже, у меня не было таких диких, потому что первый раз меня швыряло из стороны в сторону. Просто иногда я писала четверку, потом ложилась на кровать, смотрела в потолок и рыдала от своей ущербности. Оказывается, я мудак, и не все кругом мудаки, а я. И рыдала вот, ну как бы с крокодилями, слезами там и так далее. Это не очень, на мой взгляд, правильно, но у каждого свой опыт. Все по-разному проходят. Возможно, вот мне нужно было, значит, такой опыт пройти. И поэтому, когда там у меня подошло время, когда мне нужно было сдавать четверку, да, делать пятый шаг, вот тогда моя болезнь активировалась в еще большей мере, потому что то утро я проснулась, и меня начало просто швырять. То есть все сопротивляться внутри. У меня начало какой-то то жар, то холод, то тридцати меня начинает. И я просто вот, у меня там в девять, например, был созвон со спонсором, мы тоже онлайн делали вот эту первую четверку, потому что была пандемия. Я ей звоню и говорю, Анжела, мне плохо. Она такая так, короче, идешь, чай наливаешь там или кофе, холодный душ, помолись там, и давай через полчаса, например, созвонимся. Сколько в ней терпения было, и до сих пор есть, мы до сих пор на связи, общаемся. Это просто человек, который, ну, меня очень выдернул в то время, очень помогла она мне. И мы шаг за шагом, я психовала, я кидалась тетрадями на камеры, ну, если разговариваю, и бью тетради по столу или кидаю об стенку. Вот до такой степени мне плохо было. Потом я даже сидела и думала, что это происходило? Вот так вот болезнь просто выходила из меня. Ну, зато когда я вот сделала пятый шаг, я просто сижу, и такое безмолвие, просто такая легкость. Конечно, потом опять начало там по-разному, и качели были, и, ну, по-разному потом в конце уже, ну, я имею в виду после. Но первый эффект — это вот состояние, что типа, вау, я это сделала, все супер, и как бы такое, как будто стекло протерли, и так прям по-другому видеть начинаешь все. Поэтому сейчас я за то, что четверка — это прям крутой шаг. Но единственное, это нужно делать прям со спонсором. Если, например, что-то не идет, или ты не знаешь, что написать, или там слишком волнительно, например, какая-то ситуация, в которую прям больно идти, например, ну, не делать этого. Просто оставить и позвонить спонсору и сделать это со спонсором. Потому что иногда прям, ну, правда, нужна поддержка со стороны, не оставаться вот в этих переживаниях одной, одному. Вот, поэтому мой совет — как можно меньше эмоций, размышлений, анализа, просто писать. Возможно, какими-то, не знаю, скрапсы, тремя словами, но просто прописать. Потому что четверка — это конспект к пятому шагу. В пятом шаге мы уже там со спонсором обсуждаем, как-то там и так далее, получая обратную связь. А для начала просто написать, прям вот сделать. Как можно быстрее. Не сидеть четверки, потому что это вот реально, как ты берешь, вскрываешь какую-то рану и сидишь такой, кровоточишь весь. То есть надо быстрее, быстрее идти и получать, ну, помощь и поддержку. Вот. Спасибо, Сережа. Спасибо, Сережа. Спасибо, Хелька. Отзывается. Очень отзывается. Ир, ты подвисла? Ир. Андрей, ты меня слышишь? Меня слышно? Да, вот сейчас слышу. Да, сейчас слышно. Андрей, твой вопрос, твои единички, будем закрываться, да. Спасибо. Спасибо, Ира. Спасибо большое, Хелька. Спасибо огромное. Замечательно, как я уже не первый раз просто слышу, что я спикерский, и в очередной раз вот ты порадовала. Спасибо большое. Я вообще за тобой давно наблюдаю уже, года три, наверное, как. Краем глаза посматриваю, что там Хелька. Вот, и хотел тебе задать вопрос, очень рад, что у тебя все складывается, все замечательно. Вот, и хотел задать, если можно, пару вопросов. Вот, первый, по поводу того, что как изменились твои отношения с родными и близкими на программе. Они же наверняка как-то изменились к лучшему. И второй вопрос, не могла бы ты, может быть, чуть подробнее рассказать по поводу медитации. Вот, ты же упомянула, что занимаешься йогой. И, может быть, это что-то, ну, твой опыт, и нам всем пригодится. Спасибо. Андрей, спасибо тебе большое за вопросы. Начну с первого, да, что по поводу, как изменились отношения. Ну, самые такие близкие люди на тот момент, это моя семья, моя мама и мой брат, да. Во-первых, могу сказать, что, ну, то есть, у меня полностью употребляющая вся семья. Мама алкоголик, брат, ну, не буду его так называть, потому что он это не признает, но тоже своими привабахами. Ну, в общем, я к тому, что я пришла в программу, через полгода так получилось, что начала выздоравливать мама, которая тоже, ну, до сих пор трезвая, слава богу. У нее там в феврале было вот, сколько было, что это? Четыре года. То есть, это то, опять-таки, какой-то бешеный эффект программы, что даже моя мама там в 60 с лишним лет, придя в программу, выздоровела, когда раньше у нее... ну, то есть, она употреблялась сильно. Я это помню с детства, она употребляла, и это были запои, и это были потери, иногда я не могла ее найти. Ну, то есть, это был прям ужас. Вот, и отношения с мамой, конечно же, поменялись в лучшую сторону. Могу сказать, что сейчас мы с ней, ну, прям лучшие подруги, даже так могу сказать. Как бы бывают у нас там, да, какие-то разногласия и так далее, но в основном у нас просто чудесные отношения с ней. И в рамках, там, можно сказать, девятого шага мы созваниваемся чуть ли не каждый день. То есть, я всегда как-то стараюсь спросить, как у нее дела, и поговорить и так далее. То есть, мы, ну, разделяем свою жизнь, там, чуть ли не каждое утро созвониться, по видео поговорить. Вот, это что касаемо мамы. Я ей делала девятый шаг, да, она мне делала девятый шаг. И у нас, как бы, ну, намного больше свет, принятие любви стало точно, 100%. С братом не все так красочно, потому что из-за прогрессии мы сейчас с ним, наоборот, стали хуже общаться, в плане меньше общаться, ну, потому что там сложно теперь складывать сообщение с ним. Но могу сказать, чему меня научила программа, это не пытаться выздороветь за другого человека, это не пытаться, не знаю, помочь, вытянуть и так далее другого человека. То есть, я перестала вмешиваться в его жизнь, хотя раньше всячески, особенно, когда я пришла, ну, начала делать шаги, я всячески ему начала пропагандировать программу шаги, так, то, сё. В один момент он сказал, пожалуйста, отстань от меня, просто отстань, не лезь в мою жизнь. Я перестала это делать, и поэтому сейчас это, он знает, куда идти, он пытался, он приходил на собрание там у себя в городе, пока не получается, пока всё так, как есть. Но, по крайней мере, я теперь не лезу и не твержу ему, а вот ты знаешь, что вот ты тогда там не пошёл, поэтому тебе так плохо. Нет, просто я рядом, я всегда готова помочь, я всегда готова дать ему поддержку, если он меня, а не попросит. Это тоже одна из, ну, приколов, как бы побочек программы, это вот этот живи и дай жить другим. Дай, ну, возможно, людям кому-то нужно просто дойти до своего дна для того, чтобы начать выздороветь. Возможно, человек будет, возможно, вообще никогда не будет. И в этом, хотя больно, грустно, когда бывают какие-то у него срывы, когда это доходит, ну, там, до каких-то, до милиции или ещё чего-то, это всегда страшно, но это моя проблема, это мой страх, а не его. И поэтому он знает, куда идти, и моя задача просто быть готовой в случае чего, стартануть и помочь. Это что касаемо вот отношений, ну, с моими близкими, конечно, сейчас по-другому выстраиваются отношения и с друзьями, потому что из позиции там всё брать. Сейчас как-то есть такое, типа, а что я могу дать в отношениях, а что я могу дать своим друзьям, а как я могу помочь. И больше спрашивается, чаще звонить, хотя раньше я всегда ожидала звонка, чем... Ну, или ожидала, что мне что-то дадут, чем давала. Сейчас, конечно, вот программа, она даёт именно вот это состояние, что хочется отдавать. Вот. В отношения, личные отношения я уже пришла, когда мне было около года в программе, то есть предыдущие отношения у нас расстроились, ну, практически сразу. Ну, то есть в ту ночь, когда, собственно, я... Мой последний запой был, мой там тот бывший человек, он пришёл ко мне с вещами и сказал, всё, до свидос. Ну, мы там ещё попытались, но всё уже, как бы это было невозможно реанимировать. И потом, кстати, вот какое-то время прям... Я была без отношений, и хотя раньше у меня не было такого, чтобы я была одна. И это тоже то, что дало программу, это мне было комфортно с собой. И в течение там полугода, может быть, даже девяти месяцев где-то так, я была одна, без отношений, и мне было абсолютно нормально. И мне было хорошо, мне хотелось что-то делать, мне хотелось служить больше, и мне хотелось что-то отдавать и так далее. Только потом я встретила вот мужа, который, ну, вот, с которым сейчас... Который сейчас моим мужем стал. Ну, а тут отношения, они... Они, то есть, они по-разному складываются. В плане... Он тоже человек зависимый, и иногда бывает легко очень, а иногда бывает нелегко очень. Поэтому мы, конечно, стараемся, и он, и я, всячески проходить наши какие-то конфликтные ситуации с точки зрения программы, с точки зрения именно духовных принципов. Вот. И отчасти это помогает, что два зависимых человека... Я имею в виду программа, что мы хотя бы знаем, что у нас у обоих... Ну, у него и у меня проблемы. А иногда бывает сложно, когда, например, ну, там, оба уставшие, оба голодные и так далее, и тогда происходят стычки, которые, как бы... Ну, вот, происходят какие-то вот стычки, короче. И это, наверное, вот самое сложное в отношениях. Но тоже, опять-таки, мы стараемся, и главное, опять-таки, прогресс и несовершенство, как говорится у нас в программе. Поэтому на этом мы растем и как-то совершенствуемся в взаимоотношениях. Вот. Как-то так. Спасибо, Андрей. Спасибо большое. По поводу йоги, может быть, тогда уже в чайной. Медитации. Ой, я забыла сейчас сказать, или в чайной, как лучше. Давайте в чайную перейдем. Уже время. Давайте. Да, спасибо большое за понимание. Так, и до конца собрания осталось совсем чуть-чуть. Это время для новичков или тех, кто сегодня употреблял. Ребята, если есть желание, высказывайтесь. Итак, наше собрание подходит к концу. Спасибо, что предоставили мне возможность провести эту встречу. Если я кого-то обидела, прошу у вас прощения. Интересно, да. Послушайте. Хельга алкоголик. Все еще Хельга, все еще алкоголик. По поводу медитации, это, опять-таки, то, чем я начала заниматься, будучи уже в шагах, уже там, ну, как бы, не до этого, да, это то, что пришло именно с шагами. Как я это делаю на данном этапе жизни? Это я сажусь и ставлю будильник. Опять-таки, я делаю все по будильнику, чтобы не было тревожных каких-то мыслей, а уже там прошло полчаса, я сижу, или мне нужно там на работу, или еще что-то. Поэтому я всегда ставлю будильник, это по-разному. Обычно это 21 минута или 11 минут, вот у меня вот такие вот цифры. И я закрываю глаза, сначала у меня идет молитва, я молюсь своими словами. Иногда очень люблю молитву оптинских старцев, как бы, что приходит. И затем я просто... Моя медитация – это фокусировка на теле, то есть это сканирование своего тела, то есть когда я смещаю фокус внимания с мыслей, с водоворота вот этих мыслей, особенно с утра мыслей всегда очень много, на ощущения в теле. И вот там сверху вниз прям ощущение так, что я чувствую в затылке, лоб, там глаза, уши и так далее, и так далее по всему телу. Либо второй вариант – это на дыхание, просто сидеть и наблюдать за тем, как я дышу, как воздух заходит в ноздри, какой-то такой прохладный, как воздух выходит из ноздрей. То есть объект медитации может быть разный, с точки зрения, как я это делаю. Либо дыхание, либо вообще можно все, что угодно выбрать. Можно выбрать, не знаю, тиканье часов или ощущение в правой ладони, затем в левой ладони. То есть задача – просто уйти как бы от своих мыслей. Не то, чтобы я с ними борюсь, а я просто смещаю фокус внимания. Вот мне приходит какая-то тревожная мысль, и я снова смещаю фокус внимания на тело, на ощущения в теле или на дыхание. То есть мы не убежим от мыслей, мы не остановим поток мыслей сознательно. Ну, по крайней мере, я не встречала таких людей, которые бы остановили поток мыслей и такие сидели в дзене. Медитация – это всегда работа, это всегда работа с концентрацией, то есть со смещением фокуса внимания. Потому что ты сидишь, можешь сидеть пять минут и просто очнуться от того, что ты думаешь о том, что ты сейчас приготовишь, или что ты сидишь и размышляешь над тем, что ты вчера ответила или не ответила своему обидчику. Ну, то есть вот так вот голова наша просто работает, что она всегда-всегда о чем-то думает, думает, думает до бесконечности. И это нам, ну, меня избивает с толку. Это и даёт усталость, это и даёт вот эту вот тревожность. И поэтому без медитации я с утра, ну, как бы у меня всегда потом чувствуется, что я не помедитировала. То есть иногда это так, что в течение дня тоже, например, если мне как-то сильно не по себе что-то, я могу сесть и помедитировать в течение дня. Но всегда это нужно сместить. Ну, для меня медитация – это вот концентрация на чем-то, то есть сместить фокус внимания с головы на что-то другое. Но тело – это самое простое, потому что я его ощущаю, и оно всегда со мной, особенно дыхание, оно всегда со мной, и я всегда на него могу концентрироваться. Даже когда какая-то тревожная ситуация, хоп, я могу сразу на дыхание. И уже, ну, как бы по-разному, но, как правило, всегда менее тревожно становится, даже в моменте. То есть если подышать, то концентрироваться на дыхании, там, даже те пять минут – это уже будет круто. Ну, и начинала я всегда тоже, там, с трёх минут, потом четыре минуты, потом пять минут. Но сейчас я уже могу, конечно, дольше медитировать. У меня там был опыт Випассаны, когда я ездила на десять дней медитировать в тишине, с утра до вечера. И это тоже неизгладимый опыт, параллельный с сообществом, да, то есть, но как бы вот такой тоже сильный опыт, когда медитация ещё больше вошла в мою жизнь, так скажем. И поэтому я считаю это суперинструментом, не зря оно всё-таки у нас чуть-чуть упоминается, но упоминается в шагах. Вот такой опыт. Спасибо. Спасибо тебе огромное. Ребята, извините, я задам вопрос по медитации. Скажи, пожалуйста, задаёшь ли ты вопросы во время медитации? Боже, пошли на объективные. Просто переключаешь внимание. Спасибо тебе большое. Ребята, следующие единички у нас от Александры. Саша и Таля, твой микрофон. Да, 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 я здесь. Ага, спасибо. Привет всем. Саша, алкоголик. Спасибо. Спасибо тебе, что ты есть. Это тот случай, когда, блин, мне хочется сказать всему сообществу, это мой спонсор, это мой спонсор. Слушай, я очень горжусь, я благодарна вообще всей вселенной, Богу за то, что так получилось, что мы с тобой нашлись. И задам вопрос, чтобы не затягивать. Сегодня читала с утра под спонсорной второй шаг, и там употреблено много раз слово предрассудки, да, и что необходимо, обязательно необходимо избавиться от этих предрассудков. Расскажи, пожалуйста, как по твоему мнению, почему так много использовано раз слово предрассудки, как обнаружить, что вообще у тебя в голове предрассудки, может быть, приведешь какие-то примеры предрассудков, которые вот касаются второго шага, и дополнительный вопрос, сталкиваешься ли ты сейчас с моментом, когда ты понимаешь, что у тебя какой-то предрассудок, например, как ты это вообще обнаруживаешь? Мне сегодня просто, я не могу отпустить, у меня в голове чуть-чуть слова предрассудки, предрассудки, и поэтому вот я задаю тебе этот вопрос. Спасибо, я тебя очень люблю, ценю и уважаю. Саш, спасибо тебе огромное, что ты здесь, и за вопросы, и вообще, да, я тебя тоже очень люблю, и рада, что мы нашлись когда-то, и это классно. По поводу предрассудков, на самом деле, что касаемо веры и так далее, на протяжении даже, как бы, этих пяти лет очень много менялось, вот сейчас вспомнить прям конкретно, может быть, просто иногда бывают такие моменты, когда, а, ну, во-первых, как бы сама я до этого дойти точно не могу, не то, что у меня такие интуитивные все мысли, и Бог со мной говорит, и Бог со мной в каком-то диалоге. Нет, не так. Всегда как-то со своими именно предрассудками и какими-то старыми установками и неправильными видениями мне помогали работать люди. То есть это в основном там, вот для чего нам нужен, по сути, спонсор, когда мы проходим шаги. Когда человек читает один, просто взял такой, прочитал, ничего не понял. И для этого нам нужен спонсор, который показывает нам, как бы, дорогу, и который дает обратную связь, в том числе и по поводу первого, второго, третьего, особенно четвертый, пятый шаг. мне в любом случае нужен человек, будь то впереди идущий просто, будь то спонсор, но мне всегда нужен человек, который со стороны мне укажет, что, блин, по-моему, вот здесь заблуждаешься. Ну и здесь, если касаемо веры, то вообще моя вера и как бы в Бога, и все это менялось, и там я не верю, например, там, что, ну, какого-то определенного Бога, да, который там, какую-то определенную религию, и очень, например, там у меня религиозная бабушка и мама тоже, да, и все они постились там, да, и, но я как бы не в это верю. Для меня вера в Бога, это вот то состояние внутри, то состояние присутствия чего-то большего, это не какие-то, ну, вот у меня такой опыт, это не какие-то символы и так далее, а это именно вот это состояние тишины, состояние, ну, каких-то вот, состояние покоя, это и есть для меня Бог. Хотя раньше для меня, ну, вот было, что Бог, это какой-то, не знаю, карающий, потому что про грех и так далее бабушка всегда говорила, и там, ну, то есть вот такое было, вот этот предрассудок, что Бог, он вот такой, он вот, я сделаю то, и он мне в ответ сделает, как-то покарает, как-то пошлёт мне больше страданий и так далее. Ну, сейчас у меня такого нет, а сейчас я всё-таки за то, что Бог, он, ну, что это любовь, что это вот эта тишина, и есть Бог, как бы вот эта вот благость внутри, когда ты чувствуешь людей, когда ты хочешь отдавать, это и есть Бог, это и есть, как бы ты становишься чуть-чуть ближе к Богу, когда вот такие состояния чувствуешь, поэтому, ну, вот это как бы один из предрассудок касаемо веры. А вообще по программе, то есть у нас же тоже, опять-таки, мы должны избавляться от старых каких-то установок, потому что, чтобы на смену пришли новые, и это, например, в отношениях, в отношениях с людьми, и в отношениях там в паре и так далее, это кардинальное чувство, что любовь и дружба и отношения, это не про брать, а наоборот отдавать, что и про то, что когда ты отдаешь, ты получаешь, ну, это все как бы, ну, для меня это все было новое, мне там казалось, что мне нужно как можно больше получить, а если человек мне вот это не дает, значит, он там, ну, какой-то, ну, не так как-то ко мне относится, а вот в программе мне даже спонсор всегда указывал, что типа, а ты что готова сделать, а ты что сделала, ну, там, как ты готова помочь этому человеку, вот, ну, и много таких как бы есть в, даже там молитвы, да, когда мы молимся там в четвертом шаге, там, чтобы Бог меня избавил, ну, там, от злости, например, я молюсь не, ну, как бы человек мог мне, например, нанести какой-то неизгладимый ущерб, да, и это не значит, что я должна его простить, и все, я могу его не прощать, но я молюсь, чтобы Бог мне дал вот это состояние прощения, не чтобы там что-то не за, не за человека, так скажем, я молюсь, а я молюсь, ну, как бы, чтобы Бог со мной поработал, чтобы меня изменил, чтобы мне легче было жить без вот этой обиды, там, злости и так далее, вот, но это только, это вот то, что мне приходит в голову по примерам, а так много, каждый раз как-то что-то, что-то приходит, и ты такой сидишь, надо записывать, кстати, и я сижу такая, блин, а что так можно было, или что вот так вот, таков мир, то есть, ну, настолько, как-то, когда я пришла в программу, настолько с искаженным мышлением, с искаженным видением, как я видела людей, и вообще там, ту же работу, как я видела, все меняется, и вот это и есть, наверное, по всем фронтам освобождение от каких-то предрассудков. Спасибо. Спасибо, Саша, спасибо, Хельга, и следующие у нас единички поставил Александр. Александр, твой микрофончик. Здравствуй, Хельга, Александр, Израиль. Может, я хотел узнать, у меня была такая ситуация, я на группе шагов, она сейчас очень сократилась, постоянные люди, которые приходят на группу шагов, это тот человек, который ведет группу, и я еще один человек, то есть, в общем, три человека в общем, иногда четыре, и один из заданий, извиняюсь, один из заданий, которые просили сделать, это снова найти нового спонсора, потому что с предыдущим спонсором не получилось, ибо в какое-то время он упал, сейчас он снова чистый, и я обратился к двум человекам, один из них чистый 17 лет, другой чистый примерно 6 лет, и они оба отказались, и это было очень неприятно, что когда я обращаюсь, у человека был как бы мой спонсор, что он отказывается, и с тех пор я неактивно искал спонсора, и как бы решил, что я делаю то, что я могу, я стараюсь приходить на группы, и так далее, что делать в таком данном случае, то есть, даже если я иду по программе, я чистый, я хожу на шаги, и стараюсь приходить на группы напрямую или в Zoom, и стараюсь делать все возможное, насколько мне критично в этом моменте, что я 16 октября буду 6 лет чистый, иметь спонсора, или продолжать пробовать и перебороть себя, спасибо. Саша, спасибо большое, рад тебя видеть, спасибо за вопрос, мой опыт таков, что я не оставалась без спонсора, у меня произошла не очень приятная ситуация с предыдущим, например, спонсором, когда мне нужно было в моменте найти другого спонсора, и я это сделала, то есть я к тому, что у меня рекомендации изначально были такие, что для того, чтобы выздоравливать и быть там в программе и так далее, у тебя должно быть там, ну, например, если тебе там плохо, то ты должен проверить, есть ли у тебя спонсор, есть ли у тебя подопечные, есть ли у тебя домашняя группа, есть ли у тебя служение. Ну, то есть для меня наличие спонсора – это как бы обязательное условие, потому что спонсор – это человек, проводник, через которого я узнаю шаги, и в том числе звоню там, да, каждый день, не каждый день, у всех по-разному, но тем не менее, мой опыт такой, я там не знаю, как у всех по-разному, и у меня не было опыта, опять-таки, прохождения шагов в группе, я всегда за то, что шаги – это работа одного алкоголика с другим, то есть один на один, и один человек передает свой опыт другому, вот, поэтому мой опыт такой, и я за то, чтобы все-таки спонсор был, если отказали, ну, отказали, и что, ну, как бы идти дальше, искать дальше, как бы у нас, благо, есть и онлайн куча групп, и живые группы, где можно попросить, если один отказал, возьмется другой, как бы у всех у нас есть разные обстоятельства и так далее, на мой взгляд, как бы мой опыт такой, что нужно продолжать искать спонсора, но, опять-таки, это мой опыт, исключительно поэтому, вот, спасибо. Спасибо. Были последние единички, единичек у нас больше нет. Спасибо, Хельга, тебе огромное за спикерскую, спасибо, что пришла к нам, приходи к нам почаще, будем рады тебя видеть. Субтитры создавал DimaTorzok,